Книга «Открытым оком». 16-й том. Тема «Монашество». Вопрос 3063. Вы говорили, что по житиям святых монахи самых верующих убеждали принять монашество, и тем обескровливали народ. А есть ли свидетельство об этом от самого народа? Ответ Игнатия Тихоновича Лапкина. Игнатия Тихоновича. 1989 год. 720 страниц. 75 тысяч экземпляров. Кавычки открыты. Моя мать и отец полюбили друг друга и решили пожениться. Но через некоторое время моя мать узнала, что ее родной отец просватывал ее другому парню за стакан водки. Троеточие. Нельзя выходить замуж без родительского благословения. Дочь, проклятая своим отцом, не может быть счастливой. Сколько слез тогда я пролила. Тщетно я искала выхода и решилась пойти попросить совета у горожанского батюшки, у которого в то время жила в прислугах. Вся в слезах рассказал я ему про свое положение и попросила у него совета. Батюшка выслушал меня внимательно, успокоил меня. Потом пошел за какой-то книгой. Я думаю, что это было Евангелие. Прочитал мне место, где было сказано, что родительское проклятие, несправедливо произнесенное, не может быть действительным и падает, как падает с дерева с сухой лист осенью. Такое проклятие не может быть угодным Богу. Эти ободряющие слова батюшки были большим утешением для меня, и я решил выйти замуж без родительского согласия. «Дедушка же твой испробовал все, чтобы помешать свадьбе. Наступил день свадьбы. Когда убирали к венцу и ждали жениха со свадебным поездом, чтобы везти меня в Караченскую церковь, мой отец бушевал, кричал, что он искалечит лошадей жениха и не пустит их въехать во двор. Все боялись худшего. Поставили стражу, чтобы охранять свадебный поезд. Когда поезд приехал, мой отец исчез. Искали его повсюду, чтобы он благословил меня, но он спрятался и благословил меня мой крестный отец». Кавычки закрыты. Во время русско-турецкой войны мать жарко молила Бога сохранить жизнь ее мужа. Он отслужил семь лет. Она дала обет, что если Господь Бог внимет ее мольбе, сходить в Киев, в Киево-Печерскую лавру, где хранятся особо чтимые русским народам мощи. Данный обед она исполнила, прошла пешком, в лаптях, с котомкой за плечами, более полутора тысяч километров, в оба конца. Паломничество произвело на нее сильное впечатление. Часто она возвращалась к воспоминаниям о том, что она там видела, слышала, перечувствовала. Она просидела, принесла оттуда много разных камешков, обладавших чудодейственной силой, крестиков, маленьких иконок и самую драгоценную вещь – сон Пресвятой Богородицы. Небольшую тетрадку, написанную от руки. Ей сказали, что эта тетрадка и в огне не горит, и в воде не тонет. Она и от пожара спасает. Она излечивает тех больных, которые крепко верят в нее, и повесят ее над своей постелью. Рассказ о том, как строилась Киево-Печерская лавра, произвел на нее сильное впечатление. Вот что рассказала мне моя мать. Лавру строили 12 простых каменщиков. По мере того, как они ее строили, здание погружалось в землю, к их большому отчаянию. Они подумали, что их работа не угодна Богу. Они решили прекратить ее и пошли рассказывать об этом Игумену. Он выслушал их и посоветовал продолжать работу. Так они и сделали. Когда же постройка закончилась, лавра вышла вся из земли. Игумен спросил у строителей, какую награду они желают получить за свою работу. Одиннадцать строителей ответили, что они просят у Бога одну награду, чтобы Господь Бог сподобил их царстве своего, и попросили Игумена принять их в монахи. Двенадцатый же строитель заколебался. Подумал он, что у него дома осталась большая семья, жена с детьми в большой бедности. Рассказал он об этом Игумену и попросил его оплатить за работу деньгами. Игумен заплатил ему и благословил его. Возвратился строитель домой и думал, что обрадует жену, принеся заработанные деньги. Рассказал жене также о том, как поступили его товарищи. Жена была очень огорчена рассказом мужа. Она упросила его вернуться в лавру, возвратить деньги и просить Игумена принять его в монахи. «Мы, — говорила она, — столько времени жили без тебя, без всякой помощи и не умерли. Проживем, может быть, как-нибудь с Божьей помощью и дальше. В лавре же ты сможешь сподобиться Царствию Божию, и тогда будешь ходатаем за нас, грешных. Разве можно менять на деньги Царство Небесное? Иди обратно в монастырь и проси Игумена простить тебя за твой необдуманный поступок». И каменщик сделал так, как посоветовала ему жена его. Но за время его пути все его сотоварищи умерли. Игумен сказал ему, «Я приму тебя в монахи, но только я не могу обещать, что после смерти ты будешь похоронен вместе с твоими товарищами, так как около них нет больше места. Пойдем, ты сам увидишь. К тому же я не уверен, что они захотят, чтобы ты лежал вместе с ними, так как ты не пожелал остаться с ними». Придя на могилу монахов, они увидели, что все они лежат рядышком. Но они заметили также, что они потеснились, чтобы дать ему место рядом. «Ну, — сказал Игумен, — видишь, я тебя простил, и товарищи принимают тебя к себе». «И товарищи твои принимают тебя к себе». Так был принят в монахе и двенадцатый строитель. А когда он умер, его похоронили рядом с его товарищами. Место то казалось немного тесновато. Одно колено покойного согнулось и выступает под покровом. Мать уверяла, что она сама видела бугорок над выдававшимся коленом. Кавычки закрыты. В скобках Иван Столяров, записки русского крестьянина. Страницы 349 по 351. Евангелие от Матфея, 4 глава, 16 стих. «Народ, сидящий во тьме, увидел свет великий, и сидящим в стране и тени смертной воссиял свет». Евангелие от Иоанна, 8 глава, 12 стих. «Опять говорил Иисус к народу и сказал им, «Я свет миру. Кто последует за Мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни». Плащ Еремии, 1 глава, 18 стих. «Праведен Господь, ибо я не покоен был Слово Его. Послушайте все народы и взгляните на болезнь мою. Девы мои и юноши мои пошли в плен». Послание к Римлянам, 10 глава, 3 стих. «Ибо не разумея праведности Божией и усиливаясь поставить собственную праведность, они не поколились праведности Божией». Как можно было Библию читать, других учить, считать ее священной, и продолжать сидеть по кельям и молчать, не разносить другим ее с почтением? От первой строчки, первых предложений Бог и Егова возвещает всюду, что Он не требует великих всесожжений, но что придумают все это сами люди. Творец творит вначале чудный свет, и вслух кому-то сам же возвещает. Дни ринулись за первым днем во след, перемежаясь с темными ночами. Конечно, небо тоже проповедник, и твердь вещает о своем начале, а в сохранении поется гимн победный, нейтральные нитрины не молчали. Тем более, когда Христос родился, вострепетала ночь, дивились пастухи. Смешались эры, с нуля считают числа, вино новейшее рвет старые мехи. Иисус заботится по парам посылать, с таким трудом соединенных вместе, и дал им чудодейственную власть, нести в прелюбодейный мир евангельские вести. Лишь десять дней им вместе пребывать, дней десять перетерпеть, скорбя молчания. Свет высший тьме объявит газоват, корабль с апостолами в новый свет. Монашество из сонмов-дезертиров под видом созерцания убило благовестие. Вылавливали верующих, тьму плодили в мире, рекорды ставили, как усидеть на месте. Зачем им ноги и зачем уста, когда не благовествуют в подлунном? И потому пустыня дом пуста, дочь заперти, отец в лицо ей плюнул. 28 марта 2006 год. Игнатий Лапкин